Работы, которые попали в объектив камеры нашей съемочной группы, еще не успели отправить на окружной конкурс театральных афиш и плакатов. А потому нам удалось не только услышать замысел художников, но и увидеть финальный результат. В каждой работе виден почерк автора. К примеру, Ярослав Ульянов писал акрилом в стиле поп-арт. Вдохновился чертами девушек начала 20 века. Со слов парня, в отличие от современниц, они созданы для театра. У них, как сказать, типажность лучше, чем сейчас. Сейчас они больше для кино, девушки, а вот тогда, тем более, есть целая постановка «Безумство Зигфилда». Там очень интересные типажи девушек, идеально для театра вообще брать. А вот по мнению Татьяны Дроздовой, если кто и создан для олицетворения театра, так это Яцуши Накаджима из мультсериала «Великий из бродящих псов». Страна восходящего солнца – вдохновение для девушки. А потому решила рискнуть и объединить русский театр и японскую классику. Да, я вдохновилась, так сказать, этим персонажем. Также я часто посещаю театры, больше такие веселые, так сказать, постановки. Поэтому вот именно это и решила. Ульяновская «Вэнсдэй Адамс» Ксения Батурина не поклонница ярких красок. А потому и на конкурс отправила плакат в смешанном стиле. Пастельный фон и готическая каллиграфия. Для заливки букв девушка выбрала свой любимый цвет – черный. Это мой любимый цвет, и я постоянно рисую в темных тонах стараюсь. Это единственная картина, в которой фон светлый. Кто-то из ребят – дебютант в конкурсе «Театральное приволжье». Кто-то, напротив, участвует не первый год. Как бы банально ни звучало, художники идут не за победой, а за бесценным опытом. К тому же вера преподавателя в талант своих учеников – отличный повод добиваться успеха. Ну, вообще художник должен рисовать каждый день. Поэтому участие в конкурсе – это вообще высший пилотаж для студента. По условиям конкурса заявки будут принимать до 15 февраля. Представить миру свою идею афиши для театра может каждый от 6 до 30 лет. При этом специальное образование или опыт работы в сфере искусства совсем не обязательны. С подробностями конкурса можно ознакомиться на сайте театральное приволжье.рф.